Вся наша история страшная, которую даже не хочется вспоминать, началась, когда сыну было 16 лет. Он тогда поступил в техникум, он тогда начал употреблять наркотики. Мы, конечно, этого не знали, даже не догадывались. Узнали мы уже, когда ему исполнилось почти, что было 22 года. За весь этот большой период, конечно, натворил много дел. В полицию попадал, и суд был. Попадал в полицию по поводу наркотиков. Их наркоотдел поймали с ребятами с наркотиками. Был суд. 15 дней он сидел за решеткой. Но этот случай его не научил ничему. Дома за последние несколько лет трезвый я появлялся, может, раз в неделю. Залез в долги. Ушел из института. Его попросили, потому что постоянно употреблял алкоголь. И появлялся на лекциях. Появлялся, если то, в неадекватном состоянии. Стал злым, раздражительным. Потерял весь интерес к жизни. Стал каким-то апатичным, депрессивным. Стал часто болеть. Очень ленивый стал. С ним невозможно было вообще разговаривать. Он сразу как спичка вспыхивал. В общем, стал какой-то весь закрытый. И был случай, когда он уже начал употреблять практически открыто наркотики. Мы только тогда и узнали, что он употребляет. Начали дома находить всякие приспособления. Трубочки, не трубочки, целую фольгу, кусочки фольги. Какие-то порошок, не порошок. Даже не знаю, как это объяснить. В общем, и начали замечать его неадекватное состояние иногда. Но так как он употреблял еще и алкоголь, постоянно пил пиво. Скорее всего, для того, чтобы мы не узнали, что он употребляет наркотики. Потому что он уже пахнет алкоголем. Поэтому мы думали, что он употребляет алкоголь. И поэтому он такой неадекватный, пьяный. В общем, несколько раз ему было плохо. И один раз был такой случай, когда он потерял сознание. Начались судороги и посинел. Мы тогда очень сильно испугались. Мы думали, что все, но потеряли сына. Вызвали скорую, увезли. В общем, нам посоветовали, естественно, к наркологу обратиться. Нас поставили, его поставили на учет. Пролежал он в наркологическом диспансере. Дали направление потом в реабилитационный центр города Копейска. Бесплатно. Там он не пробыл ни дня. Устроил такое, что просто попросили, позвонили, чтобы мы его забрали. Да, условия были, конечно, и сама программа ужасная. И отзывы, конечно, не очень хорошие. Я бы сказала, вообще плохие. Но на тот момент это бесплатный центр был. И у нас нет возможности было куда-то платно его отправлять. Но вроде да и ничего, сами толком-то и не знали, что делать. В этом центре, что ему не понравилось и не понравилось, в принципе, нам. Какая-то странная дисциплина, странные какие-то порядки были у них. Программа какая-то, не знаю, по мне так она неадекватная даже. Если они в туалет даже ходили с воспитателем. На кровать чинить дня, им запрещали садиться. Странные наказания были какие-то. Ну, то есть мы его, да, забрали, потому что сказали забрать. Потому что он себя вызвал очень неадекватно. И употребил там наркотики. Пытался употребить, потому что он их как-то пронес каким-то образом туда. В общем, мы начали уже судорожно потом искать другой центр, что же делать. Безысходность, вообще-то страшное чувство, слезы, страх. Не знаю, не описать даже все эти чувства. Все, что было тогда. Позвонили, зашли мы на сайт Нонарко, увидели сайт такой. Вообще мы увидели вначале статью, интересную статью. Мы ее прочитали, она прям зашла. И прочитали другие статьи. Ну, реально просто открылись на все происходящее глаза. Мы начали понимать вообще, что это такое, что это за проблема, и с чем ее едят. Зашли на этот сайт, от кого эти статьи были. Это сайт Нонарко. Когда муж созвонился с директором этого центра, мы наеносно приняли просто решение, что именно туда надо. Что это реально центр, реальный центр, который поможет. Очень понравилось, что все ребята работают там на форуме, на открытом форуме. Все родители видят вообще, чем занимается их ребенок, как его состояние. То есть они общаются с ним напрямую. В общем, мы взяли билеты, купили и улетели в Питер. Все в Воложске этот центр был на тот момент. Дом был прекрасный, большой дом коттеджного типа. Природа вокруг, белочки прыгают, бегают, кошечки ходят. В общем, все как дома. Зашли в дом, красиво все, уютно очень. Ребят много. Готовили еду они как раз, когда мы зашли. Все так по-домашнему, приятно было, встретили хорошо нас. Все нам объяснили. Ну, мы улетели, оставили там сына. Конечно, переживали. Конечно, очень переживали. На форуме мы всей семьей работали. Что нам очень понравилось, конечно. Очень интересная программа. И за этот период, конечно, наш сын очень начал сильно меняться. Естественно, в положительную сторону. Когда проходил программу, я, конечно, очень жестко преисполнялся в сознании. То есть прокачивался нравственно, морально, прям очень сильно. Стал каким-то добрым, внимательным, общительным. Хотя до этого, конечно, не хотел ехать туда. Брыкался. Сказал, что сбежит. Но манипулировал. Но, тем не менее, вот результат налицо. И сейчас появилась надежда такая. Мы просто верим уже теперь, что уже обратно он не шагнет в эту ужасную жизнь, страшную. Мы с ним периодически, ну как, каждый день списываемся, созваниваемся по видео. Там что-то обсуждаем, где-то что-то прикалываемся. Ну, как бы такие хорошие отношения. Взаимопонимание, взаимоуважение. Они мне доверяют. Наш сын прошёл реабилитацию в этом центре, на нарком, на 7,5 месяцев. Сейчас он там работает, в этом центре. Остался жить в Питере и работать при этом центре. Ему очень нравится работать с людьми, общаться. Помогать им. Начал изучать курсы по психологии. В общем, у него появились какие-то грандиозные идеи, планы на будущее. Сам уже зарабатываю денежку. В принципе, вышел в большой мир, в социум. Записался на курсы. Как бы получаю. Ну, не то, что образование, но всё равно прокачка интеллекта, лишние какие-то знания. Они, в принципе, лишними не бывают. Это слёзы радости. То есть впервые за долгие годы мы видим в нашем сыне жизнь. Желание жить. Он даже курить бросил сейчас уже. Хочется поблагодарить и сказать огромное-огромное спасибо всей команде. Нонарко. Большие, огромные слова благодарности за то, что нашего сына помогли вернуть к нормальной жизни, здоровой, трезвой. Спасибо вам всем, ребята, большое. Те родители, которые ещё не знают, что делать. Зайдите, почитайте на сайт Нонарко. У вас просто откроются глаза на всё происходящее. И не нужно отпускать руки. И не слушайте тех, кто говорит, что наркомания неизлечима. Это неправда, излечима. Просто у вас нет столько информации, вы не владеете информацией. Всё можно изменить в этой жизни. И это тоже, это не исключение. Это только лишь рефлекс, от которого можно избавиться. Если даже он не хочет лечиться, ваш ребёнок, берите за шкварник всякими путями, обманами. Действуйте, и всё будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!